Всем привет, друзья! С вами Глория Рай, и это новости и слухи о телепроекте Дом-2. Не забываем подписаться на канал и поставить лайк за мою работу. Милена Безбородова поставила брекеты за 200 тысяч. Сбылась давняя мечта участницы. Девушка давно хотела заняться своей внешностью, и как только появилась возможность изменить себя, она начала с зубов. Милена Безбородова поставила брекеты за 200 тысяч рублей и надеется, что ее прикус после этого изменится. Решение исправить прикус Милена приняла не спонтанно. Девушка очень горячо реагирует на критику в соцсетях и ссорится из-за антифанатов с Алексеем Безусом. Безбородова отвечала на каждый комментарий, спорила с хейтерами и посылала их в бан. Не спала ночами, а потом поняла, что ей нужно измениться самой, а не кому-то что-то доказывать. Странно, что меняться участница начала с зубов. Она оправдывает свой поступок тем, что ей писали про некрасивую улыбку каждый день, и плохие отзывы зрителей ее задевали, портили настроение. И вот она решилась. А теперь Безбородова надеется, что избавится не только от кривых зубов, но и от шепелявости, и жалуется, что привыкнуть к брекетам ей сложно, сильно тянет зубы. Но Милена радуется, что одной проблемой скоро станет меньше. На следующей неделе после выхода новых эфиров Дома-2 станет ясно, улучшилась улыбка Милены или нет. С журналистом Дома-2 участница призналась, что Безусу все равно, как она теперь выглядит. Как жаль, что за свои рекламные деньги герои реальти-шоу не могут купить хорошие манеры или умение вести себя достойно. В конкурс «Свадьба на миллион» вступают роман Капаклэ и Марина Африкантова, которые твердо намерены пожениться в этом году, утверждает Рома. Он воодушевился отпуском в Дубае. Илья Ябаров и Алексей Безус решили поделить свадебный миллион, если одна из их пар выиграет. Забыли, что приздают не деньгами, а сертификатом на оказание услуг. Инициатор Илья Ябаров решил, судя по всему, пойти по стопам Андрея Чуева. Сыну Алены Савкиной поставили серьезный диагноз – лактазная недостаточность. Мать-одиночка считает, что это обычные колики и предпочитает отдых с подругой и крестной матерью сына Иваной Диловой, интересуясь, ждут ли Ивану зрители на «Доме-2». Кстати, саму Ивану Дилову накачавшую губы высмеивают домовские журналисты. Перестарались косметологи? Ирина Пинчок заподозрили в зависти Тани Мусульбес. Ира и Таня просто невероятно крепко подружились на проекте и продолжают дружить до сих пор, как будто еще больше укрепляя свою дружбу день за днем. Девушки вместе веселятся, записывают ролики, отдыхают, часто видятся. И даже с проекта Ира готова уйти не к жениху, которого у нее пока нет, а к подруге. Но пользователи заподозрили, что участница на самом деле вовсе не пылает искренними чувствами к более удачливой подруге. Таню Мусульбес пользователи уже давно предупреждали, что Ира Пинчок вовсе не та, за кого себя выдает, и однажды очень сильно подставит ее. Пользователи уверены, что Ира просто не может искренне радоваться более удачливой подруге, которая вышла замуж, развивает собственное дело, которое ей нравится, и имеет все то, чего нет у самой Ирины. Однако, по вполне понятным причинам, девушки не обращают внимания на все, что им пишут хейтеры, и продолжают дружить и дальше. Но после недавней выходки Иры, фолловеры не сомневаются, что все-таки зависть по отношению к Тане у нее присутствует. Дело в том, что брюнетка опубликовала снимок в красивом красном платье, объяснив, что оно ей очень понравилось. Подписчики отметили, что платье лучше сидит на Татьяне Мусульбес, и поинтересовались, зачем Пинчок удалила прошлый пост, под которым в комментариях все писали о том, что на Мусульбес наряд смотрится эффектнее. Девушка отвечать на неудобные вопросы не стала, а по наблюдениям пользователей принялась удалять плохие комментарии. Стоит отметить, что Таня в последнее время явно и сама стала замечать неладное. Стоило Виктору Литвинову заявить, что он готов забрать Ирину с проекта, так как она все равно там не встретит достойного мужчину. Как Таня воспротивилась этой идее, она не сомневается, что Ире лучше оставаться на телестройке. А не так давно она не могла прожить без подруги и несколько дней. Пользователи раскритиковали Ольгу Рапунцель, чуть не покалечившую дочь, ради снимка. Оля и Дима уже почти год являются родителями. Казалось бы, за это время можно было бы научиться так заботиться о малышке, чтобы не возникало никаких вопросов к их поступкам. Но Ольга как будто специально провоцирует пользователей. Например, свежий снимок заставил многих поволноваться за безопасность Василисы. Ведь глупость совершила не только Ольга, но и примерный отец Дима. Участники снова возмутили фолловеров, которые настолько беспокоятся о Василисе, что даже обращались в органы опеки. Но пока безрезультатно. Тем не менее, активисты не сомневаются, что если делать это регулярно, то добиться реакции все-таки получится. А Ольга и Дмитрий все время дают повод понервничать. На свежем снимке Оля и Дима держат Василису за руки. Но вместо того, чтобы наклониться к ребенку, они подняли девочку за руки вверх. По мнению пользователей, такая поза очень травмоопасна. Ведь родители могут растянуть связки малышки. Не говоря уже о том, что высока вероятность того, что ее могут не удержать и вывихнуть ручку. Защитники семейства уверены, что ничего страшного не происходит. А критикам лучше помолчать. Ведь их мнение никого не интересует. Поклонникам кажется, что родители Василисы на самом деле очень заботливые и внимательные, как они и говорят. А хейтеры просто сильно к ним придираются. Но если послушать Олю, то понятно, что вся ее жизнь посвящена ребенку. А вы как считаете, друзья? Напишите свое мнение в комментариях. Бывшая участница телепроекта Ольга Лотнер счастлива от того, что покинула телестройку и теперь снова стала свободным человеком. Девушка призналась, что напряженная обстановка и постоянные ссоры участников между собой ее очень напрягали. Оля, которая на днях отправилась за ворота Дом-2, на своей странице в Инстаграм написала, что сейчас наконец счастлива находиться дома и знать, что никто больше не станет ни в чем ее ограничивать или винить. Также девушка добавила, что решение об уходе она приняла еще во время недавнего взятого выходного, который нужен был для поездки домой. По словам экс-участницы, поспособствовали ее уходу с проекта и чувства к человеку, ожидающему ее за периметром, тоску, по которому перебороть она так и не смогла. Сейчас же Ольга Лотнер переполняет ощущения счастья и свободы, которых на Доме-2 она не могла добиться из-за напряженной обстановки. Внешний вид телеведующей реалити-шоу Ксении Бородиной снова оказался в центре многочисленных обсуждений. По мнению интернет-пользователей, телезнаменитость намеренно продолжает увеличивать губы. Считанные часы назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, который в пух и прах раскритиковали ее подписчики. Дело в том, что на видео Бородина в очередной раз скривляется и сознательно увеличивает губы, подпевая и известной песни. Фолловеры в комментариях принялись указывать на то, что не понимают, зачем Ксения записывает подобные ролики, ведь на видео весь акцент сделан на больших губах, что очень не идет ведущей Дома-2. Стоит отметить, что Ксения всегда довольно агрессивно реагирует на нелицеприятные высказывания в свой адрес, однако в этот раз звезда ничего не ответила многочисленным недоброжелателям. К слову, нашлись у Бородиной защитники. По очереди они принялись советовать злопухателям своей любимицы не смотреть свежее видео и фото Ксении, если им кажется, что она выглядит неподобающе. Ну а если кому-то интересен ролик с кривляниями Бородиной, вы можете посмотреть на стене в моей группе ВКонтакте, ссылочка на группу есть в описании. Илья Ябаров огорчен тем, что не может видеть дочь от первого брака. Мужчина пожаловался своим фанатам сети, что алименты экс-супруга на ребенка исправно получает, но категорически не хочет позволять ему видеть девочку. Илья очень огорчен сложившейся ситуацией, ведь исправно выплачивает то, что должен по закону. А вот мать его дочери, считает он, поступает несправедливо, ведь каждый отец имеет право на воспитание встречи со своим ребенком. Но, судя по всему, про исправные выплаты Ябаров немного приврал. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Рекомендую посмотреть предыдущие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас. Оставляйте ваши комментарии и ставьте лайки.